Здравствуйте! Мы продолжаем серию открытых уроков по подготовке учащихся девятых классов к задаче основного государственного экзамена. Тема сегодняшнего урока у нас – уравнение. На уроке мы с вами вспомним и рассмотрим решение линейных, квадратных и рациональных уравнений. Задания, которые мы рассмотрим, они соответствуют номерам 9 и 21 вариантов контрольно-измерительных материалов. Итак, рассмотрим решение линейных уравнений. Значит, нам дано линейное уравнение, обе части которого содержат неизвестный компонент. При переносе слагаемых из одной части в другую мы помним, что знак этого слагаемого нужно поменять на противоположный. И в конкретном примере мы перенесем из левой части в правую. Приведем подобные в левой части. И нахождение неизвестного множителя выполним путем деления произведения на известный множитель. То есть мы 3 должны разделить на 2. и получить ответ в десятичной записи, потому что этот ответ у вас записывается в бланк ответов. В нашем случае мы запишем здесь полтора. Второй пример, который мы рассмотрим, также предполагает перенос слагаемых из одной части в другую. При этом здесь мы перенесем уже из правой части в левую. Компонент минус 2х, поменяв знак ему на противоположный. И слагаемое минус 5 из левой части в правую. Преобразуем левую часть. Результат правой части. Мы пришли к простейшему линейному уравнению 4х равно 2. Отсюда х у нас получается. Мы 2 должны разделить на 4. Значение получается. Тоже желательно сразу записывать в десятичном виде. Ответ. 0,5. Итак, рассмотрим третье уравнение, в котором мы видим, что при решении этого уравнения нужно выполнить раскрытие скобки, перед которой стоит множитель. Воспользуемся распределительным законом умножения относительно сложения. Для этого мы 5 умножаем на х на каждое слагаемое. Соответственно, неизвестная переменная остается в левой части, а правая представляет собой число уже минус 29. И неизвестный множитель определяется путем деления отрицательного числа на положительный. Значит, результат у нас по знаку будет отрицательным. Ну и 29 разделить на 5. Да, можно поступить разными способами, кому как удобно. Но мы видим, что это будет ответ 5,8. Итак, ответ в этом уравнении минус 5,8. Рассмотрим следующий вид уравнений, который также в кимах рассматривается. Я его обозначу номером 4. Вот приступая к решению этого уравнения, нужно заметить, что коэффициенты при х у второго слагаемого дробные, и значение разности тоже дробное число. Поэтому здесь рациональнее поступить, домножив обе части верного равенства на 12, то есть на наименьшее общий кратное знаменателе 12,3, и получить, прийти к виду уравнения. 12х минус х. При умножении второго слагаемого на 12 у нас происходит сокращение. И здесь 11,3 мы умножаем на 12, сокращаем 12,3. То есть здесь у нас получается 44. Преобразовав левую часть, мы получаем 11х равно 44. Отсюда х. 44 мы делим на 11, получаем 4. Значит, в ответ мы записываем 4. Итак, переходим к следующему виду уравнения. Но здесь мы видим, что знаменатель левой части содержит выражение с переменной. И здесь возникает момент, что не при всех значениях переменной это равенство будет верным. То есть мы должны рассмотреть область допустимых значений переменной, которую мы будем находить. Для этого знаменатель дроби мы приравняем к нулю для того, чтобы найти, при каких значениях переменной знаменатель левой части обращается в ноль. Это минус 5. Тогда получается, что из области допустимых значений число минус 5 мы должны исключить. Ну и дальше при решении этого уравнения давайте воспользуемся основным свойством пропорции. Основное свойство пропорции гласит, что произведение крайних членов равно произведению средних членов. Значит, 12 мы должны умножить на 5, это будет 60. И минус 12 мы должны умножить на х плюс 5. преобразуем правую часть, раскрыв скобки. Выполним перенос слагаемых, ну давайте 12х в левую часть. Из левой части в правую мы перенесем 60 с противоположным знаком. И в сумме это получится минус 120. Ну и дальше уже легко видеть, что минус 120 мы разделим на 12, мы получим минус 10. Значит, здесь ответ получается минус 10. Итак, перейдем к заданиям, в которых помимо решить уравнение есть еще одно условие, что если уравнение имеет более одного корня, в ответ нужно записать меньший из корней. И вот это условие необходимо выполнить, чтобы не забыть. Итак, у нас уравнение. Минус 5х плюс 3 и второй множитель минус х плюс 6 равно 0. Ну мы видим, что левая часть это произведение двух множителей, да, правое равно 0. Получается, что когда произведение двух множителей равно 0, тогда и только тогда, когда один из множителей равен 0, а другой при этом не теряет смысла. То есть можно рассмотреть совокупность двух линейных уравнений. Каждый из множителей мы приравниваем к 0. Поступаем способом решения простейших линейных уравнений. И тогда у нас здесь х получается... Вот здесь обратите внимание, мы минус 3 должны разделить на минус 5, да? То есть получается, мы отрицательное число делим на отрицательное. Результат по знаку должен быть положительным. Ну и запишем это сразу в десятичном виде. 0,6. А второе уравнение дает нам х, равное 6. Итак, учтем, опять-таки, условие. Значит, если уравнение имеет более одного корня, мы видим, что данное уравнение имеет два корня, но в ответ нам нужно записать меньше из корней. Меньше из корней. Это 0,6. Перейдем к следующему виду. И посмотрите тоже задание, как сформулировано. Помимо решить уравнение, нужно выполнить условие, что если уравнение имеет более одного корня, в ответ записать нужно больше корень. Но уравнение представлено как равенство квадратов двух выражений. И вот здесь встает вопрос. Как поступить? Ну, первое, что, конечно, бросается в глаза, это можно раскрыть квадраты суммы и в левой, и в правой части. Ну, давайте так и поступим. Хотя следующий, второй способ мы тоже разберем. И это уравнение можно решить тремя способами. Ну, давайте первый посмотрим. Итак, мы проговорили, что и левая, и правая части содержат квадраты суммы. Значит, квадрат суммы двух выражений мы заменяем на квадрат первого выражения 4х квадрат, плюс удвоенное произведение первого выражения на второе – это 12х, и плюс квадрат второго выражения – это 9. Аналогично поступим с правой частью. Квадрат первого выражения плюс удвоенное произведение первого выражения на второе и плюс квадрат второго выражения. Выполнив переносы слагаемых из правой части в левую, при этом мы опять не забываем, что нужно менять знаки на противоположные. Мы преобразуем левую часть и приведем уравнение к виду. 3х квадрат минус 4х и минус 55. Итак, для решения этого квадратного уравнения воспользуемся формулами дискриминанта и формулами корней квадратного уравнения. Напомним, что квадратное уравнение вида АХ квадрат плюс БХ плюс С равное нулю при условии, что старший коэффициент не ноль решается с помощью формулы дискриминанта как квадрат второго коэффициента минус 4 АС. И формула корней представляет собой отношение противоположное значение второго коэффициента плюс-минус корень из дискриминанта и деленное на 2 А. Но вот обратите внимание, что в нашем случае у нас получилось, что второй коэффициент четный. То есть Б у нас четная. Поэтому здесь рациональнее, конечно, использовать еще одну формулу дискриминанта как Д на 4. Это нужно второй коэффициент разделить на 2 и возвести в квадрат. Но вычитать нужно уже произведение старшего коэффициента на свободный член. За счет этого и формула корней квадратного уравнения с четным вторым коэффициентом также изменяется. И в числителе у нас уже будет противоположное значение второго коэффициента, деленное на 2 плюс-минус дискриминант на 4 и деленное на А, на старший коэффициент. Ну, давайте еще вспомним момент, что если дискриминант больше нуля, то у нас 2 корня. Если дискриминант равен нулю, 1 корень и дискриминант отрицательный, мы пишем нет. Ну, я напишу нет действительных корней. Действительных корней. Итак, воспользуемся формулой дискриминанта с четным вторым коэффициентом. Значит, Д на 4 у нас получается. Мне нужно второй коэффициент минус 4 разделить на 2. Это будет 2 в квадрате. Это даст нам 4. И прибавить 55, умноженное на 3. Это получаем 165. Значит, дискриминант равен 169. Давайте извлечем корень из этого значения. Это 13. Итак, вычислив дискриминант, мы перейдем к формуле корней квадратного уравнения с учетом четного второго коэффициента. И эта формула будет иметь вид 2 плюс минус 13, деленное на 3. Значит, одним из корней у нас будет, возьмем знак минус, это 2 минус 13, это будет минус 11. Третьих. И второе значение. 2 плюс 13, это 15, делим на 3, это 5. Итак, мы получили 2 корня, минус 11 третьих и 5. Но обратите внимание, что вопрос в задаче, в ответ нужно записать больший корень. Значит, в ответ мы должны записать число 5. Давайте подумаем, можно ли еще это уравнение было немножко по-другому решить. Можно было. Второй способ. Можно было оба квадрата рассмотреть в левой части. И тогда видно, что это уже разность квадратов. Причем первое выражение это 2х плюс 3, а второе выражение это х плюс 8. Значит, по правилу разложения разности квадратов на множители у нас получается 2х плюс 3 плюс х плюс 8 и 2х плюс 3. Мы должны вычесть сумму двух слагаемых, х и 8. При этом помним, что если мы вычитаем сумму, то мы вычитаем каждое из этих слагаемых. Преобразуем каждый множитель. И теперь мы пришли опять к чему? К произведению двух множителей, которое равно нулю. Произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда один из множителей равен нулю, а другой при этом не теряет смысла. И вот здесь уже мы видим, что значение х это минус 11 третьих, а второй корень это 5. И выполняя условие, что в ответ нужно записать больший корень, также выбираем больший корень. Рассмотрим еще один способ решения такого рода уравнений. Но заметим при этом, что у нас дано равенство квадратов. Когда квадраты двух чисел равны когда эти числа либо равны, либо противоположны. Тогда мы от исходного уравнения можем перейти к совокупности двух условий, когда эти числа или эти выражения являются равными и когда эти выражения будут противоположными. отсюда мы видим опять у нас х получается 5, а во втором уравнении 3х это минус 11. И мы приходим к тем же самым группе корней уравнения 5 и минус 11 третьих. и в ответ конечно выбираем опять-таки опираясь на условия записываем больше корень. Значит это 5. Итак, перейдем к следующему виду уравнений. Это квадратные еще раз просмотрим. И рассмотрим вот такого вида уравнения х квадрат минус 9 равное 0. Здесь мы можем поступить тоже двумя способами. Первый давайте увидим разность квадратов. и быстро получается, что это уравнение равносильно совокупности двух простейших уравнений, для которых решением будут являться числа 3 и минус 3. Но обратите внимание, здесь тоже в ответ нужно записать меньший корень уравнения. Значит ответ минус 3. И второй способ, который можно здесь же тоже предложить, это перенести 9 из левой части в правую и получить, что х квадрат равен 9. А дальше для себя просто выяснить, квадрат какого числа дает нам 9. Мы сразу можем это сказать, что это х может быть равен плюс-минус 3. Отвечая на поставленный вопрос, в ответ мы также записываем меньший корень. Давайте посмотрим на следующую группу уравнений. И здесь мы можем проговорить решения первого и второго уравнений, что здесь нужно просто из правой части в левую перенести в первом уравнении 10, решить квадратные уравнения, решения которых мы с вами повторили. А вот в ответ нужно записать больший корень. И номер 2 тоже свести его к квадратному уравнению путем переноса 15 из правой части в левую, не забывать при этом знаки менять на противоположные, решить квадратное уравнение и в ответ записать меньший корень. Я бы хотела сейчас остановиться на номере 4 из этой группы. Почему? Потому что в этом уравнении мы тоже видим что решение этого уравнения предполагает перенос слагаемых из одной части в другую с учетом что мы переносим знаки меняем на противоположные. А вот дальше как решить это уравнение? Здесь нужно применить способ группировки и увидеть что два первых слагаемых имеет общий множитель х квадрат который мы вынесем за скобку и в скобках у нас останется х плюс 6. А вот два последних слагаемых это минус 4х и минус 24 общий множитель у них минус 4 мы его вынесем при этом смотрите минус 4 при вынесении даст нам выражение х и плюс 6 следующий этап мы видим что теперь данное произведение имеет общий множитель х плюс 6 мы его выносим и второе выражение получается это х квадрат минус 4 приравниваем его к нулю мы пришли к тому что произведение двух множителей равно нулю значит мы можем сослаться опять на условие что каждый из множителей равен нулю х квадрат минус 4 равно нулю решением первого уравнения является число минус 6 а второе уравнение нам дает что квадрат х равен 4 х равно минус 6 а второе уравнение нам дает плюс-минус 2 здесь вот записано что просто решить уравнение значит в ответ мы записываем значение минус 6 минус 2 и 2 напоследок я хотела бы рассмотреть еще одно уравнение которое в математике имеет свое название это биквадратное уравнение и так решить уравнение х в четвертой минус 5х квадрат плюс 4 равно нулю решение биквадратного уравнения подразумевает вот новой переменной степень с меньшим показателем мы возьмем за новую переменную на условии конечно что эта величина не отрицательная и тогда уравнение исходное принимает вид м квадрат минус 5м плюс 4 мы его свели к квадратному уравнению дискриминант в нашем уравнении получается 25 минус 16 это 9 значение переменной m это 5 плюс минус 3 на 2 значит значение m у нас либо 4 либо 1 видим что два значения удовлетворяет условие на котором мы рассмотрели эту переменную следовательно мы можем перейти к первоначальной переменной и x квадрат у нас равно 4 либо x квадрат равно 1 аналогично с предыдущими примерами мы можем сказать что решением первого уравнения являются два числа противоположных это 2 и минус 2 и решением второго уравнения у нас являются числа плюс минус 1 значит в ответ у нас идет 4 значения минус 2 минус 1 1 и 2 ну вот мы на уроке попытались с вами вспомнить и порешать линейные и квадратные уравнения задания для домашнего самостоятельного решения тоже предложено вам всем спасибо за внимание до скорых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч